Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Начали с медицины и образования. Александр Бурков сегодня работают в Аконешниковском районе. Уже принято решение о ремонте нескольких объектов. Экстренная проверка уровня радиации в Омском аэропорту. На место вызваны сотрудники спецслужб. Оставили без зрелищ. Еще один кинотеатр закрывается. Богиням тоже требуется пластика. История знаменитых омских скульптур на здании университета. Почему взяться за их облик готов не каждый. Новичок из большой буквы и железный человек из Омска. Игроки авангарда признаны лучшими хоккеистами по итогам сезона КХЛ. Александр Бурков сегодня с рабочей поездкой в Аконешниковском районе. Здесь губернатор проведет весь день финалом которого станет встреча с жителями поселка. Первый пункт, который посетил глава региона, это врачебная амбулатория в селе Любимовка. Она находится в одном здании с детским садом. На постоянной основе прием ведет стоматолог, есть медсестра. Выезжает в поселок и терапевт с педиатром. Сейчас здесь готовятся к ремонту. Этим летом хотят привести в порядок крышу и заменить окна. В следующем заняться внутренними помещениями. Проектно-сметная документация готова. Пока работы оцениваются в 5 миллионов рублей. Проведут их в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Мы планируем на следующий год начать капитальный ремонт амбулатории в селе Любимовка. Дальше у нас в планах стоит капитальный ремонт школы, где сегодня учатся 150 ребятишек. И потребность такая есть. Проект ПСД уже сделан районом. И мы заявляемся в дальнейшем в федеральный проект по ремонту школ. В Любимовке сделано многое и еще будет сделано больше. Также глава региона уже посетил обновленный ДК. Здание не видело капитального ремонта больше 40 лет. Работы здесь проводил в течение двух лет по нацпроекту «Культура». Строители заменили кровлю, инженерные коммуникации, утеплили и обновили фасад. Губернатора познакомили с теми, кто занимается в Доме культуры. На выбор у ребят хореография, театральное искусство и вокал. Кстати, после ремонта в здании ДК открылась и библиотека, где как раз обновили книжный фонд. Рабочая поездка губернатора продолжается. В планах главы региона посетить местные фермерские хозяйства, оценить ход посевной, а также новое жилье в райцентре, построенное для детей-сирот. Уровень радиации сегодня пришлось экстренно проверять в Омском аэропорту. Сотрудников спецслужб вызвали работники аэровокзала. На складе из посылки вытекла неизвестная жидкость желтого цвета. Как того требует регламент, вещество тут же проверили. Сотрудники, прибывших на место спецслужб, не выявили превышения уровня радиации. Также уже известно, что нет и угрозы взрыва. Как сообщили в региональном Минтрансе, по предварительной информации, произошла разгерметизация бытовых химикатов, которые не представляют опасности для человека. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы и отправили вещество на анализ. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. От наказания не уйдут. Даже по воде в МЧС рассказали о первых нарушителях, которые пренебрегали всеми требованиями безопасности. В риды по РТШ и АМИ спасатели отправились с 1 мая. В этот день в регионе официально открылась навигация. За это время провели уже больше 70 проверок. Составили 6 протоколов об административных нарушениях. Некоторые мячи отправляются на речные прогулки, не имея при себе спасательных жилетов. А некоторые вовсе спускаются на воду на незарегистрированных лодках. Одно из таких судов отправили на штрафстоянку. Нарушителям грозят штрафы от 5 до 20 тысяч рублей. Еще один омский кинотеатр объявил о закрытии информации. О приостановке работы появилась на официальной странице кинотеатра «Кристалл ВКонтакте». Зрители не смогут сюда попасть уже с 24 мая. Как написали в посте администраторы группы, они все же надеются на скорое возвращение. Накануне, напомню, о временном закрытии сообщили в кинотеатре «Маяковский». Фильмы здесь перестанут показывать также на следующей неделе. По словам совладельца, отечественные ленты не приносят прибыли и не окупают затраты. Впрочем, не исключено, что прокат могут возобновить. Сейчас руководство ждет каких-либо решений на федеральном и международном уровнях. Остановить кинопоказ может и кинотеатр «Слава». Как прокомментировал 12-му каналу его руководитель, сейчас стоит вопрос о рентабельности. Заведение не может выйти на самоокупаемость. Спрос на билеты упал после того, как зарубежные киностудии решили пристановить прокат своих фильмов. Забор стоит, но проход открыт. Директор Центра компетенции по вопросам городской среды Алексей Сокин напроверг информацию о том, что о мечам перекрыли доступ на Малую косу Зеленого острова. Как и прежде, гулять можно везде. Штакетник отдыхающим не помешает. Установили забор после пожара 10 мая. Злоумышленники спалили строительный вагончик, который привезли на Малую косу для организации вейк-парка. Чтобы показать, что данное место – это муниципальная охраняемая территория, и решено было поставить ограждение. Территория находится под присмотром. Здесь дальше нужно вести себя аккуратно. Здесь не пьем, не шашлыки там не жарим, не вертим и так далее, и не мусорим. Мы благодарны людям, которые внимательно следят за ситуацией. Это очень хорошо. Но обращаясь тоже к блогерам о том, что бурю в стакане раздувать не стоит. Мы ждем на субботниках, на мероприятиях по озеленению, чтобы не только в интернете можно было эту волну нагонять страха и ужаса, но еще и физически самим реально поработать территорию парка. Приглашаем. На данный момент, по словам Алексея Сокина, стоит задача развивать северную часть парка, к которой относится и Малая коса. Именно сюда перенесли кабельный вейк-парк. Попасть с Малой косы на Большую можно будет, пролетев 200 метров на доске. Сейчас идет благоустройство территории. Ее очистят от мусора, уберут ветки, поставят лавочки. А к осени откроется глэмпинг, поставят несколько домиков для отдыха на природе. Не прошли мимо и предотвратили преступления. В отделе полиции номер 8 наградили двух молодых людей, которые задержали грабителей. Те напали на пенсионерку в поселке Береговое. Собирались похитить деньги, но на крик женщины о помощи откликнулись неравнодушные. Преступники были остановлены. Как оказалось, парочка уже была судима за кражи и сбыт наркотиков. Задержаны сейчас в СИЗО, а молодым людям вручили благодарственные письма. Подробнее об этом случае и других происшествиях за неделю в проекте основаны на реальных событиях Омск. Сегодня в 19 часов. Важная информация для автомобилистов. 22 мая в городе будет перекрыто сразу несколько дорог. Связано это с проведением шестого всероссийского полумарафона. С 10 и до 16 часов будет прекращено движение всех видов транспорта в центре Омска. Актуальная карта изменений сейчас на ваших экранах. Также с 6 утра и до 16 часов вводится запрет на парковку в местах проведения забега. С учетом этого в ГИБДД разработали альтернативную схему движения. Объезд предполагается по улицам Интернациональная, Герцена, Гагарина, проспекту Карла Маркса. Водители просят обращать внимание на установленные временные знаки. Пластика для богинь. Скульптуры на здании университета путей сообщения отреставрируют. Работы у мастеров будет много. Статуям, орицетворяющим движущие силы железной дороги, восстановят утерянные пальцы рук и ног, покрасят и обработают водоотталкивающим раствором. Главный корпус университета, который венчает скульптуры, построили в 1917 году для управления Омской железной дороги. Автором проекта выступил архитектор Федор Лидваль, а статую изготовили под руководством скульптора Франтишека Винклера. Наш материал. Этих богинь можно назвать совсем юными. По историческим меркам 105 лет возраст для скульптуры небольшой. Но все же время и суровый сибирский климат наложили отпечаток на внешний облик дам. Облупилась краска, появились трещины, у некоторых из богинь недостает пальцев. Это при том, что скульптуры уже пережили одну пластику. Реконструкцию проводили в 2000-м. Тогда главные символы университета были в плачевном состоянии. Были сделаны фотографии, на которых видно, что большие куски этих статуй отвалились и видна даже арматура. У фигуры движения не было в руках фонаря, да и часть руки тоже отсутствовала. Богини на здании университета появились благодаря военнопленным, которые и строили здания для управления Омской железной дороги. Среди них талантливый чешский скульптор Франтишук Винклер. Влюбленный в Прагу, он пытался воссоздать в Сибири уголок родного города. Первым крупным заказом Винклера стала отделка фасадов драматического театра. К работе подошел с фантазией. И над карнизом главного фасада поселил трехметровую статую крылатой славы. Подобные украшают театры в Праге и Париже. Здание русско-азиатской компании, где сейчас располагается Омская мэрия, скульптор украсил композиции «Время и сила». На ее создание вдохновили также пражские дворцы. Музей превратил издание управления железной дороги. В залах десятки скульптур и барельефов. Но главным творением стали богини на фасаде. Создавать их приходилось в сложнейших условиях. Он принял такое решение подняться на строительные леса на 20-метровую высоту и лепить их прямо на месте. Установил каркас металлический. И помощники по строительным лесам, по специальному подъему под углом в 30 градусов, подавали ему раствор песок и цемент. В подмастерьях у Винклера было почти 50 человек. А главной музой художника стала его жена Елена Мусаева. Любовь всей жизни он встретил в Омске. По одной из легенд, у всех четырех статуй именно ее лицо. Она была и натурщицей, и отрадой для него, спасением настоящим в плену. Решение омолодить богинь приняли еще в 2018-м. Тогда запланировали капитальный ремонт и начали искать подрядчика. Аукцион объявляли пять раз. Все это время найти компанию не удавалось. Таких организаций, которые имеют лицензию не только на работу с памятниками архитектуры, здесь еще нужна лицензия именно на реставрационные работы вот таких фигур, в Омске таких организаций буквально по пальцам перечислят. И вот с таким небольшим объемом работ, там 2-3 миллиона, ну вот сегодня это чуть больше 3 миллионов, то в принципе этим организациям неинтересно. Теперь же контракт с подрядчиками подписан. Работа начнутся уже в ближайшее время. Богиням восстановят утерянные пальцы рук и ног. В планах и косметические процедуры. Скульптуры почистят, покрасят, а чтобы не могли под дождем, покроют водоотталкивающими средствами. Завершить работу планируют 1 сентября. Так что встречать студентов в новом учебном году богини будут похорошевшими. Наря Шадрина, Дмитрий Хромцов и Павел Рома с 12 канал. Откликнулись на призыв о помощи. Омские пограничники подготовили гуманитарный груз жителям Донецка и Луганска народных республик. Меньше чем за месяц сотрудники ведомства собрали больше полумиллиона рублей. На эти деньги закупили продукты, длительного хранения, средства личной гигиены и теплые вещи. Гуманитарную помощь весом почти 3 тонны вскоре отправят на Донбасс. Пограничники всегда были неравнодушны к чужой беде. На очередном заседании Совета ветеранов пограничной службы было принято решение обратиться ко всем пограничникам Омской области, оказать посильную помощь жителям Донбасса и Луганска. А несколько дней назад фура с 20 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Таврического района. Помогли местные сельхозпроизводители. Они поделились продуктами питания с длительным сроком хранения мукой, макаронами, рисом и горохом. Всего же с начала спецоперации омичи собрали около 65 тонн товаров первой необходимости. Обсудят вопросы нейрохирургии и методы реабилитации пациентов. В Омске стартовал международный нейроконгресс. На конференцию съехались ведущие специалисты со всей Сибири, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Неврологи и хирурги уверены, новые знания и методики необходимо внедрять в практику для эффективного лечения пациентов. Лекции проведут для терапевтов, которые первыми сталкиваются с неврологическими заболеваниями. Они должны провести диагностику и отправить пациента на прием к узкому специалисту. Расскажут врачи и о тактике борьбы с постковидным синдромом. А также классическими болезнями, среди которых болезнь Паркинсона, когнитивные нарушения, пойдет речь и о черепно-мозговых травмах. Активно развиваются молекулярно-кинетические методы исследования. То, что раньше считалось фантастикой, потому что, например, участие микрофлорокишечника оказывается влияние в том числе и на трофику состояния ткани головного мозга. Мы расскажем сегодня нашим специалистам о новых методах диагностики, об инновационных подходах терапии и курации этих пациентов. Депутаты «Единой России» помогут омичам определить границы земель, которые входят в собственность многоквартирного дома. Также жильцы смогут участвовать в проектах по благоустройству дворов. Без процедуры межевания, как поясняют специалисты, не получится провести какие-либо изменения. Например, по федеральным программам преображения территории. Чтобы ускорить процедуру оформления документов, единороссы предложили омичам ввести систему софинансирования. Возможно, появится и тематический справочник. Он поможет жильцам разобраться в особенностях постановки на кадастровый учет и необходимых для этого документах. Нападающий авангарда Арсений Грицюк стал лучшим новичком КХЛ. Итоги голосования подвели на церемонии закрытия сезона, которая прошла в подмосковной Барвихе. 15 главных тренеров клубов из 24 присудили приз имени Алексея Черепанова Грицюку. И в минувшем сезоне он набрал 28 очков в 39 матчах. Еще 10 баллов добавил в 13 играх плей-офф. В составе сборной России стал обладателем серебряной награды Олимпиады 2022. Именно Грицюк вывел команду в финал. Отмечу, что год назад лучшим новичком КХЛ тоже стал ястреб Егор Чинахов. Кроме Грицюка, награду накануне получил еще один нападающий Павел Дедунов. Ему присвоили звание «Железный человек». Приз вручается игроку, который провел больше всего матчей за три сезона. Хоккеист сыграл 206 игр за авангард. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Дачные домики. Скидки. Доставка бесплатна. Кедровый мир. 50-50-24. Знаешь, где водится вкусная рыба? Для барбекю и мангала. В рыбном гурмане на 10 лет октября 72. А настоящим гурманам скидка 10% каждый четверг. Все поднимают цены. Мы снижаем. Лампа галогенная. Всего 5 рублей за штуку. И еще 1000 позиций по распродаже. Весь свет. Лермонтова 192В. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон Автобан. Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Микрорайон, который станет визитной карточкой Омска. Группа «Эталон» приступает к реализации проекта «Зеленая река». На левебережье, в границах Волгоградской, Кондратюка и Верхнеднепровской, появится уникальный жилой квартал. Проект рассчитан до 2030 года. Сегодня «Эталон» торжественно открыл офис продаж. Он располагается на Карлолипних Т4 в здании товарищества Тверской мануфактуры. Место выбрано не случайно. Больше ста лет назад при постройке этого здания применяли самые передовые материалы и технологии. Что перекликается с подходом федерального застройщика. Подробности далее. Три, два, один. Это начало новой истории Омска. Приход компании «Эталон» перевернет всю строительную отрасль. В городе начнут возводить современное жилье столичного уровня. Каким будет микрорайон «Зелёная река» можно увидеть в офисе продаж. Это макет первой очереди. В 2024 году здесь дадут 14 домов, монолитных с вентилируемыми фасадами. Благодаря переменной этажности в квартирах и во дворах всегда будет солнечно. Губернатор Александр Бурков назвал проект масштабным, отметив особый подход «Эталона» к строительству. Миллион квадратных метров за короткий срок 31 тысяча жителей появится в этом микрорайоне. Подход будет комплексный со строительством социальных объектов, детских садов, школ, объектов здравоохранения. Обязательно «Зелёная зона», обязательно «Зона отдыха для детей», «Спортивная зона». Сама философия бизнеса, она радует. Она, конечно, нас радует. Омская область стала первым регионом, куда решил зайти федеральный застройщик. Причин несколько. Омск – крупный индустриальный город, в котором, кстати, президент компании в молодости часто бывал. Поэтому поработать здесь ему было бы интересно. А ещё в «Эталоне» оценили усилия властей по развитию Омска. Нужен был именно крупный инвестор, который зайдёт не на год, не на два, а на десятилетия и сделает что-то новое. И за ним потянутся другие. Будет большая конкуренция. Это хорошо. Каждый застройщик крупный будет стараться сделать ещё лучше. От этого выиграет только город. Во сколько обойдётся квартира в Зелёной реке – это зависит от площади и планировки. Застройщик заявляет, что ориентировался на среднюю стоимость квадратного метра в городе. Покупатели могут рассчитывать на выгодные кредиты, а также ипотеку с господдержкой, что сделает покупку жилья более доступной. Никита Гайдаш, Денис Жарков, Илья Иковленко, 12 канал. На этом наш выпуск завершён. Всего вам доброго и оставайтесь на 12 канале. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова